Мне пришла посылка! Привет, ребята! Недавно я получила посылку. Хочу сейчас впервые попытаться снять то, как я открываю её. Вот примерно так она выглядит. Такой миленький жёлтенький пакетик. Я не заглядывала на ощупь. Совершенно невозможно понять что-то внутри. И поэтому как и для вас, так и для меня содержимое будет казаться сюрпризом. На самом деле, эта посылка – небольшой подарок от подписчика. Я очень рада, что есть люди, которым хочется приносить добро, дарить такие вот необычные, неожиданные подарки, потому что им интересно моё творчество и сама я. Ну что ж, будем открывать? Вот такая вот посылочка. Здесь в уголку мы видим очень симпатичного пёсика. Сейчас мы аккуратно разрежем, чтобы посмотреть, что у нас там внутри. Такой трогательный момент, потому что я совершенно не знаю, что мне ожидать. очень-очень-очень интересная. Уже сейчас я вижу, насколько много так всего. Ой, просто, божечки! Божечки! Какие шоколарности! Мы здесь видим, что почта потрепала наши котики, веточку с котиками. Первая у нас бросилась в глаза – это, скорее всего, куриное пёрышко. Видим также здесь вот такой вот ошейничек, скорее всего, это украшение на шею. Да, правда, шея у меня намного тоньше, и придётся делать свои дырочки. Правда, тоненькая шея, всегда покупая шокеры, мне приходится их переделывать, ну, а это совершенно не страшно. В этой посылочке также видим вот такие милейшие жвачки. В самом низу мы видим этот просто офигенный рисунок! Я ещё видела фотографии, которые мне присылал этот человек в ВКонтакте. Мне очень нравились те фотографии, рисунок кажется атмосферным, чувственным. Напомню, что этот арт рисовался специально на акцию «Зоя живи» и был приятным, неожиданным мне подарком, так как я не особо ожидала, что какие-нибудь люди захочут потратить время и действительно нарисовать Зою. Как мы видим, этот арт достаточно спокойный, в то же время и добрый, и грустный. Передаёт некие чувства автора. Вот они такие вот трепетные, эти пёрышка. Честное слово, мне очень нравится. Скорее всего, я повешу этот рисунок вместе к своим рисункам. У меня есть специальная для этого отведенная стена. Обязательно вам покажу её в следующий раз. На задней стороне у нас написан стих. Есть люди с особо чувствительной кожей. Их лучше не трогать. Они не похожи на всех остальных. Они носят перчатки, скрывая на коже следы отпечатки. Я действительно не очень хороша в русском и думаю, не буду читать дальше. В любом случае, этот стих мне уже несколько раз попадался в интернете, но полностью не доводилось читать. И я рада, что познакомлюсь с этим прекрасным стихом. Дальше мы видим красиво перемотанную книгу и сладость. Я совершенно не знаю, откуда человек догадался о том, что я обожаю Милку, обожаю молочный шоколад. А вот именно такую... Ну, лично у нас в Украине это новинка из шоколада с печеньками. И будет очень интересно попробовать. Я ещё получила вот такую вот замечательную книжку. «Трое в лодке, не считая собак». Так, я первый раз слышу от такой книги. И видим внутри милую закладочку. Очень симпатичная. Ой! Ой! Смотрите, какая неожиданная вещь. Очень неожиданная подарочки, видим внутри. Люблю сухоцветы. Им очень красиво украшают конверты, посылки, блокноты, какие-нибудь записи. Они добавляют свои необычные черты. Надеюсь, что поскорее выделится мне времечко, и я прочитаю эту замечательную книгу. Здесь мы видим рисуночек чашечки. И достаточно понятно, что у нас внутри. А внутри у нас три пакетика чая. Очень люблю получать в посылках, в письмах чай. Я обожаю его пить и обожаю такие подарки. Потому что это вкусно и отлично проводимое время. И простой одновременно подарок. И в то же время очень здоровый. И что ж, последнее, что у нас осталось, это крафт-письмо. Вот здесь мы видим красивый рисунок. Лично мне безумно нравится подобное стиле. Сзади мы видим милый пластырь, сердечки, божечки. Я обожаю пластыря. И каждый раз, когда я где-то режусь, а я очень часто что-то там, мне приключение с руками, ногами, и всегда клею себе пластырь. Они на вид почему-то мне привлекательны и симпатичны. И вот снова человек попадает в самое яблочко моих вкусов. Впервые получаю письмо, заклеено пластырями. По-моему, это гениальная и красивая идея. А здесь у нас внутри различные миленькие вещички. Вы только посмотрите. Здесь мы видим еще сухоцветы, еще прекрасные веточки. Я рада, что есть люди, которые тоже разделяют эту любовь и готовы поделиться со мной прекрасным и необычным экземпляром своей засушенной работы. Я смогу эти растения положить, например, в свою вазочку, маленькую вазочку, или приклеивать куда-то свой дневник на письма, на конверты, потому что я, ну, все же мне нужно отправлять заказы. Что ж, хотя мы и рассмотрели сейчас все наши подарочки, все наши вложения в эту посылку, сейчас я сижу с улыбкой на лице. Насколько этот человек с любовью потратил время со своей добротой, с тем, что он не поленился сложить и подарить все эти прекрасные, милые вещи. Я, правда, не знаю, как-то и тронутая, и просто... У меня не хватает слов, чтобы выразить, насколько сейчас у меня красные щечки, они горячее пекут, и я... Начинают путаться слова, потому что я не знаю, как выразить свою благодарность. Александр Чехов, большое-большое тебе спасибо за прекрасный подарок, также за эту приятную неожиданность, что ты был готов выделить все это ради меня. Я сильно хочу тебя как-то мысленно обнять, затискать и так... Спасибо-спасибо-спасибо-спасибо-спасибо! Случайно оказалось, что я забыла по ссылочке вот такую вот вещицу интересную. Я не знаю, как я упустила такую приятную мелочь, но она очень симпатичная. Все, друзья, на этом мое видео подходит к концу. Спасибо всем за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной и интересуетесь творчеством моей жизни. Пока!